всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале хочу сразу напомнить что не забывайте нажимать на колокольчик под этим видео чтобы получать оповещение вы можете подписаны быть на мой канал но если вы не нажали на колокольчик можете пропускать мои новые ролики и я напоминаю очередной раз что в начале выходят где-то подсказки либо тут либо тут я не знаю о схожем с данной по тематике с данным видео ролик вы нажимаете на подсказку вас перебрасывает на ролик и потом возможно вы возвращаетесь к этому смотрите ну просто имейте это ввиду значит пока я начинала писать видео я обратила внимание что у меня здесь тень появилась очень оригинально и так название вы увидели на что вы не хотите обращать внимание чего вы избегаете три позиции 1 2 3 голубой красный зеленый камешек тайны коды в описании к видео и список раскладов которые есть у меня на канале тоже можете нажать на ссылочку и посмотреть а мы с вами сразу переходим непосредственно к раскладу позиция номер один голубенький камешек на что вы не хотите обращать внимание вы не хотите обратить внимание на то что он наступил уже период когда нужно идти в новое вы почему-то либо период ожидания у вас каких-то перемен изменений он очень долго идет а как-то вот затянулся здесь как этого затяжной период когда мы ждем каких-то результатов и нам не верится то что этот момент он уже наступил что уже есть вот это вот время когда можно что-то поменять когда можно что-то изменить пойти в новое здесь у вас такой период когда вы еще как будто бы знаете собираете энергию идет накопительный процесс вы еще пока не двигаетесь вперед и на это вы не обращаете внимание либо возможно уже у вас начался период того когда что-то новое уже появилась вашей жизни но вот вам по ощущениям знаете здесь такое чувство как будто бы вам кажется что ничего в вашей жизни не происходит на самом деле вот этот вот период он уже настал просто вы его не видите вам кажется что вы просто находитесь какой-то пассивности для чтобы ничего не делать вы не совершаете каких-то действий именно во внешнем мире но внутри вас процесса они уже запустились они уже прошли и наступили то есть если кто-то из вас тут хотел поменять своей жизни да я хотел чему-то новому научиться либо что-то сделать вот эти вот процессы они уже запустились во внешнем мире вы их еще не видите но внутри вас они уже наступили и вот здесь вот такое вот ощущение когда вы находитесь период в периоде какого-то накопительство да как будто бы в ожидании подходящего времени когда можно будет действовать но вот это вот время которое вы ждете она не просто так происходит у вас процессы которые запустились они когда уже созреют до полностью для того чтобы проявиться вот у вас появится вот это вот ощущение что а я хочу это делать да то есть вот сейчас время пришло здесь ощущением может если вы как-то не знаете себя хорошо да вам может казаться что просто период когда действительно зима да вот какая-то спячка да когда ничего не происходит но на самом деле это не так если вы прислушиваетесь к себе то вы увидите знаки которые будут указывать вам на внутреннее ваше исцеление просто здесь идет ощущение того что достаточно глубокие слои внутри вас они начинают прорабатываться здесь как будто бы у вас идет воспоминание прошлого да вот все что связано с прошлым все что связано знаете с исцелением вот с гармонизации как будто бы внутри вас вы либо ищите золотую середину либо вы как будто бы хотите прийти в какое-то равновесие баланс да вот какое-то вот внутреннее успокоение утешение завершение каких-то этапов это может быть прямом смысле допустим выздоровление причем после каких-то хронических долгих болезней здесь могут быть этапы завершения отношений именно семейных которые долгое время не 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 приносили вам какое-то удовлетворение либо после какого-то развода у вас идет вот это вот период когда вам некомфортно и вы как будто вы хотите восстановиться то есть понятно щупать куда вам дальше двигаться до найти свой путь свой этап но однозначно то чего вы не видите это то что новое уже вашей жизни случилось но вот здесь вот присутствует очень много пассивности и она вас немножко напрягает потому что она не дает вам какой-то конкретики почему я изначально сказала что если вы себя не знаете не понимаете то наверняка вашей жизни можете отследить были уже этапы когда было вот такое вот затишье а если вы посмотрите оглядываясь в прошлое что происходило потом да то есть потом начнется действие и я вы наоборот будете себе говорить о том что вот надо было тогда когда у меня был вот этот вот периода отдыха условно говоря да надо было действительно отдохнуть сейчас у меня нету времени вот сейчас примерно у вас такой период но здесь идет завершение каких-то больших циклов вашей жизни здесь идет перерождение это знаете такое чувство когда вы действительно многое что в себе проработали многое что в себе поняли осознали здесь может быть период такого взросления да когда люди неожиданно понимают что тоже из которой у меня была до этого она мне уже неинтересно хочется чего-то такого существенного действительно настоящего приходит понимание насколько много фальши внутри вас было и в жизнь которая вас окружала она как будто бы не настоящий здесь идет очень глубокая переоценка ценности но в вашем случае это уже произошло просто и это запустило процессы для нового я не могу вам это обозначить как переходный какой-то этап это одновременно у вас происходит и завершение одновременно и что-то новое начинается то есть это какие-то процессы но вы их ощущаете как будто бы с вами просто что-то случается вы не можете это объяснить и логикой вы не можете понять увидеть вот эту связь как вот это вот можно может быть связано то есть здесь не знаете что показывает что вроде бы вы сделали шаг вперед да начинаете что-то делаете и вдруг вам идет какое-то вот возвращение не из прошлого привет из прошлого может быть какие-то бывшие возвращаются ситуации из прошлого и вам казалось бы да я иду уже в новой да вот это вот для чего сейчас мне это нужно почему именно сейчас я не могу увидеть связь я не могу понять ощутить что со мной сейчас происходит то есть ну какая логика вот эти вот процесс они у вас как раз и и происходят одновременно да идет завершение причем здесь очень глубокие глубокая перестройка именно глубокая это не то что у вас было какое-то убеждение и вы с ним проработали либо какая-то привычка вы ее отказались от нее да либо там изменили ее нет здесь идет именно глубокое понимание представьте что вы как будто бы попала вам в руки какая-то магическая книга какой-то артефакт да и прочитать то что информацию которая в днем была у вас как будто бы знаете не то чтобы глаза открылись а у вас произошло расширение сознания то есть вы стали смотреть чуть шире на то что вы уже видели то что вы узнали то есть если допустим раньше вам у вас было понятие да что вы просто выходите на лучше допустим вы знакомитесь с каким-то человеком и для вас это вообще ни о чем да ну просто знакомство то сейчас возможно допустим вы получаете какие-то знания которые говорится о том как вас вели к этой встрече как вели этого человека до что у него в жизни произошло что у вас жизни произошло и что в нужное время в нужный час вы встретились то есть это не случайность а это закономерность и вот таких закономерностей если вы сядете и отследите вы поймете что все произошло в вашей жизни в нужное время в правильный час это был правильный человек пускай там я не знаю был учителем вашей жизни допустим да либо какие-то уроки вы проходили но все что происходило оно должно было так произойдет произойти то есть этому всему есть какое-то объяснение вот у вас сейчас происходит как раз таки вот такие вот переосознание то есть они достаточно глобально недостаточно широкий когда знаете вот чувство будто вы находитесь с точки зрения я не знаю чего-то свыше до творца я не знаю бога и вы как будто бы видите как как вот ваша жизнь устроена да почему сначала было вот это потом было вот это они как не наоборот вот здесь идут вот такие вот понимания касательно вашей жизни это не то что вам приходят какие-то знания касательно там других людей любви либо мира нет это то что происходит внутри вас у вас идут такие перерождение и и вот на основе вот этого понимания вот именно расширение вашего сознания вашего взгляда да кто-то может быть пересматривает свое воспитание в семье да кто-то иначе будет смотреть допустим на сценарии своих родителей здесь как раз таки понимание своих убеждений что а почему я вообще в это верил до раньше ведь это ну на данный момент у меня это уже не работает ну допустим если раньше вы были суеверны что черная кошка пробежала и все мне дорогу перекрыла да и вот вы как-то просто по наитию верили в это да и нет обходили нашли другой дорогу к примеру то сейчас вы уже думаете ну что за чепуха блин какая кошка это что же животное что же блин виноваты за что она только черного цвета родилось но то есть вот здесь вот как какие-то вот такие вот моменты да суеверия убеждения вы не то чтобы их пересматриваете а вы интуитивно чувствуете что нет это уже не работает и это не работает и так как я раньше что-то делал тоже не работает вот здесь вот одновременные вот эти вот процессы перерождение да то есть когда и старое уходит и новое уже вошло и параллельно какое-то вот иное ваше восприятие и вот это вот все так многослойная какая-то вот такая вот пирамида и это все происходит внутри вас и получается что в какой-то момент вы вытягиваете дали себя вот эти вот моменты новизны в какой-то момент у вас почему-то идет воспоминание прошлого появляется кто-то из прошлого тут одновременно у вас рождаются какие-то новые идеи я хочу сделать вот это пойти вот в этот путь здесь у вас что-то другое и вот вы выцепляете как будто бы вы дергиваете да вот какие-то фрагменты того что с вами происходит поэтому логики какой-то конкретной нету чтобы вы сами себе объяснили свою позицию но очень много глубоких процессов действительно перерождение происходит внутри вас и вот этого вы не видите потому что вы не можете себе это объяснить давайте я на состояние посмотрю это колода soul карт что вы не на что вы не хотите обращать внимание знаете здесь как будто бы такое ощущение что у вас идет некая расстроенность не не вы расстроены а расстроение личности да то есть личность делится как будто бы на три части 1 будто такая знаете духовная что ли другая как-то более заземленной человече на когда вы смотрите внутрь себя 3 как будто бы с позиции сверху вот вы не понимаете вы то что я и описывала то что с вами происходит потому что каждый раз смотрите на ситуацию с разной позиции да из того что у вас внутри происходит с позиции наблюдателя за тем что с вами происходит с позиции внешнего мира то есть вот здесь вот какая-то такая разносторонняя позиция происходит и вы этого не видите вы не видите на самом деле не обращайте внимание на той на тот подарок который вам сейчас дается свыше здесь будто вот понимаете здесь очень сильные силы задействованы в вашем на вашем этапе развития это не никакие то там я не хочу конечно обижать духов да но это не мелкие какие-то духи а здесь действительно мощные каналы мощные потоки задействованы того что вам сейчас передают информацию как на вас влияют да как ваши зме как вас изменяет но вы будто не осознаете ценность того что вам дают сейчас да вы как будто бы еще находитесь вот смотрите две карты да вот посмотрите на эту карту да вот здесь вот я не знаю если она не освещивать здесь девушка да мне как бы очень похожа на девушка она вот как будто бы углубилась до внутрь себя и точно так же вот на этой карте да когда здесь человеку был дан какой-то подарок в виде цветка и он смотрит как будто бы в прошлое да он не осознают ту ценность вы не видите тех процессов о которой я вам озвучила потому что вы ваш взор направлен сейчас в другое место да вот вы о чем-то другом смотрится да вы не видите своего рождением нового да причем нового абсолютно нового рождения то что я и сказала да что вы вошли уже в другие энергии в другие качества да в иные состояния здесь чувство что действительно ваш мир внешне да он преобразился у меня по энергетике это другие другого качества энергии который вас окружает но дело в том что он понимаете вот ваш внутренний мир и то как вы его воспринимаете он ориентирован на прошлое то есть он кажется вот то кем вы были например вчера позавчера несколько дней назад несколько лет назад вы как будто бы один и тот же человек и вот знаете мне показывают как бы вам сказать вот как будто бы энергетическая сфера и вам нужно вот пройти через нее да вы уже перешагнули вот вы находитесь внутри этой сферы причем ваши энергии они такие ну достаточно темные низкокачественные а вокруг вас очень много света да очень много частоты другое другой скорости энергии и вот вы как будто бы уже вошли в это новое да и вам казалось бы нужно перестроить только ваше зрение до чтобы вы заметили вот эти вот иные волны ощущения состояния а вы их не замечаете потому что у вас внутренняя настройка на прошлое это допустим если вы как в радиоприемники да если вы лобили например а волны я не знаю эфм а а сейчас а вокруг вас уже изменили эти волны да и и и вам нужно настроиться на эти новые а вы не ну не ловите их я не знаю как вам объяснить и причина заключается просто в том не потому что вы не знаете как поймать словить эти новые волны да как с ними под взаимодействовать а причина в том что вы у вас нету осознания вот этого вот всего нового что с вами происходит у вас есть осознание именно вас прошлом не вас условно говоря будущего а вас в прошлого вы не туда смотрите хорошо чего вы избегаете вы избегаете принятия себя вы на самом деле боитесь каких-то кризисных моментов да вы боитесь что то на чем вы на чем вы долгое время работали вы не получите результата вы боитесь во первых безденежья это самый такой большой ваш наверное страх что не будет денег что не будет хватать и хватать на на элементарные потребности вы боитесь может быть даже не получить каких-то знаний до боитесь какой-то вот без духовности да то есть у вас есть стремление вот этот вот порыв к другому к иному состоянию до более качественном но внутри себя вы как будто бы сфокусированы больше на на дефиците на том что вам чего-то не достает вы очень боитесь кризисных моментов болезни боитесь вы боитесь идти по зову своей собственной души понимаете вот весь расклад говорит о том что пришло время жить иначе вы не тот человек который будет жить по шаблонам мира по крайней мере уже сейчас вышли на тот этап что вы не тот человек которому нужно идти на работу там работать с утра до вечера да и и тем самым пока выйдешь на пенсию а потом уже и жизнь закончилась вы не тот человек у вас есть какой-то понимаете вот внутреннее ощущение внутренний зов что мне нужно идти туда мне нужно двигаться вот в этом направлении да вот по зову своей души вы боитесь строить то что к вам приходит в виде каких-то идей вы боитесь надеяться на на что-то иное здесь вы понимаете то что внутри вас происходит да вот этот вот богатство вашего внутреннего мира вы боитесь его реализовать я не знаю может быть здесь убеждение может быть травмой может быть блоки неважно что но вы боитесь построить то во что вы верите здесь вы знаете чувство когда есть присутствует неуверенности как-то неуверенности страхи что вы знаете что вас не поймут да что вас не примут что здесь вот какая-то такая такое состояние двойственное что внутри себя-то я верю в свои какие-то идеи да а в свои мечты которые хотел бы реализовать но у меня есть такое ощущение что это будет не востребовано да и я не смогу на этом как будто бы заработать деньги да вот на проживание ну вот к примеру допустим самый банальный такой не очень неординарный пример вы хотите открыть магазин с магическими услугами да и казалось бы в наше время в наше время в наш век технологий кто вообще будет покупать там я не знаю магические свечи там инструменты либо еще ну то есть это вот к этому будут относиться слишком привзято и на этом невозможно будет заработать но внутри у вас есть этот порыв внутри это ваше состояние нам кажется что я не смогу на этом заработать и вот вы как будто бы одеваете эту маску и стараетесь быть похожими на других но это не ваше и вот это вот внешний мир и внутренний мир вас раздирает несоответствие и вот вам как раз и говорят вот пока ты не приведешь вот в баланс и в гармонию вот то что ты хочешь внутри начать это делать вовне не не бояться что тебя осудят почему потому что у вас есть вот это вот на наполненность но вы ее как будто бы не выплескиваете вовне потому что есть вот это вот неуверенно что а кому это вообще нужно будет ли на это спрос да и там разные еще мысли проходит но вот это вот все связано с этим и вы поэтому избегаете вы хотите быть как все да как-то вот замаскироваться как хамелеон до чтобы на меня не обращали внимание ну да буду я ходить на работу но параллельно допустим буду делать что-то для себя для удовольствием но понимаете что когда вы приходите после работы у вас нету сил заняться тем чем вы хотите да каким-то допустим вашем хобби и вас это огорчает и жизнь проходит и вам говорят что когда ты рискнешь когда ты уже сделаешь то во что ты веришь на свои какие-то мечты ну вот вы избегаете вы избегаете во первых коммуникации которые выводят вас которые могут вас ранить да вот какие-то конфликты избегаете острых углов на чтобы лишний раз не то что вы думаете о других людях вы как будто бы о себе думаете больше да чтобы вас не ранили я лучше не буду ничего говорить человеку чтобы вдруг ну скажу неправильно и меня допустим там оскорбят либо что-то сделают какой-то негатив направит на меня а потом я еще буду переживать поэтому зачем мне нужно то есть вы избегаете конфликтов не потому что вы мягкий человек а просто потому что вы себя как будто бы защищаете и тем самым вы останавливаете понимаете свое развитие и вот именно ваше неумение взаимодействия с другими людьми останавливает вас на пути вашего развития сейчас и вы это не видите то есть я не знаю вам как будто бы не надо обращать что ли на внимание на других людей вам нужно делать то что вас наполняет и пускай это допустим на первых порах не будет не иметь какой-то спрос главное чтобы вам это здесь вам нужно ощущение нужно совершить какой-то вот прорыв до самому себе в самом себе не то чтобы кому-то что-то доказать а просто совершить прорыв и начать делать то что вам нравится то что вы держали внутри себя начать это делать уже как-то более открыто и явно в во внешнем мире вот такая вот у нас была с вами первая позиция переходим позицию номер два и красненькому камешку на что вы не хотите обращать внимание на то чтобы стать человеком самодостаточным уверенным в себе вот именно архетип императрицы которая проигрывается да вам очень сложно прожить вот эти вот моменты какой-то вот скорби более внутри вас раненого какого-то вашего сердца вот вам это очень тяжело здесь позиция больше идет для женщин сразу скажу если вдруг смотрят мужчины вам сложно прийти именно к позиции императрицей у которой больше присутствует некой акцент идет здесь знаете на стихию земли на некую такую заземленность да вот у вас очень много таких нежных лунных каких-то качеств очень мягких императрица все-таки она больше активная да она больше уверена и в себе она такая самостоятельная независимая женщина которая знает что она хочет она может это получить ей она может даже кого-то обидеть и для нее это как-то знаете не то чтобы она не она и придаст этому значению да если ей нужно что-то получить она это получит вот у вас же более такие такая душевная конструкция хрупкая да такая очень мягкая и вот вам очень тяжело как будто бы себя заземлить понимаете вот если вы получаете удовольствие да то сложно вам получить от каких-то вот земных вещей ну элементарно допустим вам дарят какие-то подарки да я вас чем-то угощают вам говорят комплименты вам это сложно как-то принять почему потому что вот есть у вас здесь тут вот разбитое сердце которое связано понимаете здесь здесь страхи здесь страхи причем страхи такие ложные здесь очень много всего такого на придуманного о себе о своем понимании именно женской энергии что если ты женщина ты должна быть мягкой ты не можешь отстаивать свою точку зрения то есть вот здесь вот как будто бы какие-то искажения есть касательно касательно понимания кто есть женщина у нас чувство будто вот именно в этой императрицы она как будто бы не до императрицы да как будто бы не хватает вы королевы жезлов да та которая умеет договариваться та которая умеет остаивать свои позиции которая умеет активно двигаться общается получается что она хочет она всегда находится в центре внимания вот здесь вот вам будто не хватает огня именно активных проявлений этой стихии здесь очень много у вас приходит вот этой воды но нету гармонии нету огня нету практичности то есть стихия земли здесь вот будто недостаток да то есть вам приходит идея вы их не можете реализовать потому что не знаете как не знаете на кого допустим кому обратиться что-то попросить слишком вы чувствительные может быть мнительные в каких-то моментах да может быть ранимые чрезмерно то есть здесь у нас на дьявола на дьявола выпадает туз кубков то есть потенциал именно вот этот вот потенциал в любви да потенциал причем любовь не обязательно к противоположному полу а именно энергия вот это любви которая наполняющая да которая сама по себе она прозрачная она может отражать то с чем она взаимодействует вот у вас здесь есть какой-то страх страх да страх проявлять себя страх проявлять какие-то возможно даже свои чувства да здесь причем знаете не не те чувства мягкие нежные какие-то ласки а вот иногда быть даже знаете вот бич говорят да ну ты прям вот такая гром баба как говорится вот вот нет у вас вот этой энергии она не жесткая это тоже проявление женщины да вот именно энергии женщины амазонки да как-то которая может открывать голову кому надо если и кто-то обижает ее либо обижает детей вот а огня не хватает понимаете для того чтобы это сбалансировать и почему потому что вот эта вот холодность когда воды когда вас ранят когда вам больно вы становитесь очень чувствительными будет вы становитесь холодными и тем самым вы себя наказываете почему потому что вы не получаете уже удовольствия потому что боитесь потому что остерегаетесь и вот вы не видите вот этого то что вы с одной стороны хотите стать императрицей но у вас не с гармонизированные ваши стихи не с гармонизированные ваши энергии и вы не видите то что вы ну вам нужно закрутить колесо баланса в ту сторону, в то направление, в ту колею, где вы сможете не закрываться от людей, а наоборот, знаете, увидеть, видеть возможности. Здесь, понимаете, здесь у вас есть какая-то призма, я вижу какую-то пирамиду, такую прозрачную, через которую вы все смотрите. И вот эти взгляды, они немножко искаженные. Может быть, здесь очень много суждений по поводу того, где-то вы нахватались, какая должна быть женщина, что если женщина активная, то она уже не женщина, а мужик. Здесь вот какие-то предрассудки есть. И чтобы закрутить колесо туда, куда вы хотите, вам нужно как будто бы анализ провести внутри себя, почему вы закрываетесь от возможностей. То есть вы уже выросли, да, вы уже не тот человек, которым вы о себе имеете некое представление. Вы уже другой человек. Но вот где-то внутри себя какая-то вот такая очень хрупкая девочка, понимаете, которая нуждается. И вот это вот понимание, что женщина, она не нуждающаяся в защите, потому что я не знаю, где-то вы это, возможно, услышали. Возможно, у вас были такое понимание. Может быть, это детские какие-то сценарии, да, из вашей семьи. Оно вам не дает двигаться дальше. Вы из-за своих ран, понимаете, вы не видите удовольствия в жизни, вы не получаете. Вот императрица это та женщина, которая кайфует, понимаете. Приходит к ней мужчина, делает он ей подарок. Она не привязывается к тому, что о, вдруг он что-то потом захочет от меня взамен, и что я ему скажу. То есть она не парится на это, подарили. О, благодарю, все, пошла дальше. Радуйся и кайфуй. Если что-то попросят взамен, я тебе ничем не обязана. Ты сам подарил, да, сам захотел, сам подарил. Все, до свидания. То есть, понимаете, вот нету здесь каких-то границ. Вот чувство, что вы сами себе ставите. Потому что у вас есть раны, и вы все как-то не можете от этих от этих ран отмыться. Вот это вот предательство, да, когда вас предавали. Вот вам нужно пересмотреть эту ситуацию. Понимаете, дело в том, что это с вашей точки зрения было, что вас предали. Допустим, у вас были отношения, мужчина встал и пошел в другой женщине. О, меня предали, мне больно. И вот здесь вот это просто ваше восприятие, да. Нету предательства на самом деле. Просто этот человек посчитал, что будет наилучшее для него в тот момент. И другая женщина была для него лучше. Это не значит, что вы хуже той женщины. А это значит, что мужчина для себя понял, что ему нужно, что он хочет. Это свобода его воли и выбора. И вам это нужно принять. И научиться так же, как вам показал мужчина не то, чтобы предавать, а идти в соответствии с вашей волей. То, что вы хотите. Быть с теми людьми, с кем вы хотите. А у вас нету такого этого по жизни. И поэтому вот этот урок вы воспринимаете как предательство. Меня предали, меня бросили. Это уроки. Вас никто не бросал. Вам нужно было из этого сделать уроки не в сравнении, что я плохая, а кто-то там хороший. Меня не выбрали, а другого человека выбрали не про эту историю, а история про то, что нужно быть верной своей воле, своему собственному желанию, что вы хотите. То есть этот человек нашел себе силы, и уж он выбрал самое наилучшее для себя. Почему вы не выбираете для себя самое лучшее? Почему вы соглашаетесь на что-то меньшее? Чего вы достойны? Здесь вопрос самооценки сразу выходит. Я ей сказала изначально, вот эта вот хрупкая девочка, здесь вот проблемы, они как раз-таки связаны непосредственно с самооценкой. Очень много здесь лишнего, очень много чужого в плане вот ментальных каких-то понятий. И все мне недостаточно, у меня проблемы, значит, я недостаточно женщины, значит, мне надо сходить еще на эти курсы, надо еще понять, вот какие качества, нафига вам это нужно? Вот здесь так хочется сказать, что вот прям понимаете, хочется вас взять и встряхнуть, и сказать, очнись, с тобой все нормально, с тобой все окей, начни себя любить вот такой, какая ты есть. И тогда придет вот эта вот наполненность, вот это ощущение, когда ты кайфуешь от себя, вот такая какая есть. Хрупкая? Окей, я буду хрупканой. Но, понимаете, вы хотите стать кем? Тем той, кем вы не являетесь. И задача в росте не в том, чтобы себя сломать и слепить заново, а первое, первичное, принять то, что есть, то есть научиться радоваться тому, что уже есть, получать бонусы от того, что уже есть. И только тогда к вам придет то, кем вы хотите стать. А вы сразу хотите стать, я не знаю, императрицей, при этом не приняв себя. Здесь вот страх одиночества, страх непринятия, страх того, что меня никто не понимает, страх того, что... Сейчас, минутку. Вот здесь, вы понимаете, здесь хитрити, да, вот здесь вот не показывает такую хитринку какую-то, связанную с тем, что мне так выгодно, мне так удобно быть такой, вот какая я есть, да, и, не знаю, может быть, жалость вы же вызываете, да, то есть идет подмена понятий, понимаете, одно дело, когда вас защищают, а другое дело, когда вы вызываете жалость у человека, и он как будто бы вам тоже дает защиту. то есть здесь присутствуют какие-то элементы манипуляции, может быть, вы их даже не осознаете, да, но они тоже присутствуют. Чего вы избегаете? Ну вот, я только сказала, да, принятие. Вы не... Во-первых, вы не принимаете свои какие-то темные стороны, почему вы их не принимаете, это ваша сила, да, то есть, допустим, если вы неактивный человек и не можете принимать резко решения, да, и как-то, ну вот, зависимый своих решений, то есть вам нужно поинтересоваться у двух-трех людей, как бы вы поступили, потом на основе этих знаний, да, как-то принять решение. Ну почему вы не принимаете, что вы нерешительный человек? Окей, с этим... Вот понимаете, дело в том, что то, как вы себя видите, это настолько иллюзорно, да, вот есть ощущение того, что есть какие-то у вас идеалы, да, вот так... Вот человек должен быть таким, и вы хотите себя впихнуть вот в эту рамку, а вы туда не влазите, почему? Да просто потому, что вы другой человек. Если бы все люди были одинаковые, смысл тогда жить, если один дублирует другого. Жизнь интересна в уникальности, вот когда вы найдете вот эту свою уникальность, и уникальность, она не в том, что это что-то хорошее, должно быть обязательно, а уникальность ваша может быть в том, что вы не решительный человек, и это уникальность. Все решают, а вы нет. И вам нужны вот эти вот ваши теневые моменты, не то, чтобы как-то избегать от них, да, как-то работать что-то, а их просто надо понять и принять, какие они у меня есть, да, то есть с чем связаны мои пороки, с чем связаны мои недостатки, окей, они у меня есть, и просто признавайте, что они у меня есть. А если вам люди будут об этом говорить, например, ой, какая ты ленивая, да, окей, я ленивый человек, мне нравится, вот, малоподвижный я человек, у меня такая конституция, да, мне это нравится, кому-то это не нравится, окей, я такой человек. Это не является негативом, понимаете, вот у вас здесь нету опоры на себя в контексте именно понятия, что есть хорошо, что есть плохо, вот вы не совсем осознаете вот эту вот двойственность мира, она у вас основана на общих моделях и структурах. И вот для того, чтобы вам прийти вот к тому состоянию, в котором вы хотите, вам нужно создать свою модель, да, вам нужно на основе своего собственного опыта понимать, вы, вы как вода, вы можете иметь свою структуру только при том случае, когда вы включаете логику, но вы достаточно чувствительны, вот когда у вас есть чувство, да, вы теряетесь, все, вы растворяетесь в другом человеке, вы теряете себя, у вас есть вот этот страх потерять себя, раствориться в другом человеке и жить ради него, а как же я, ну то есть, а что есть в моей жизни? Ну если вы всю жизнь посвящаете какому-то другому человеку, вы никогда не поймете, в чем смысл-то вашей жизни. И вот здесь вот это вот состояние вашей воды, она очень хорошо передает ощущения других людей, но вам нужно научиться, а где ваши собственные чувства, то есть при общении с другими людьми, вы эмпат, вы можете считывать информацию, энергию другого человека и иногда ошибочно принимаете состояние за свое, то есть вы можете ощущать, что вам не очень нравится что-то, да, какое-то настроение нет, ну что-то такое не очень-то негативное, на самом деле это не ваше состояние, а это состояние, возможно с кем-то вы проявляемое действовали, что-то прочитали, и вы пересчитали эту энергию и приняли ее за свою. Вот ваша задача как раз-таки научиться, это то, что вы не видите, избегаете вы боли, отвечая на вопрос, чего вы избегаете, именно душевного вот этого состояния, а чему вам нужно научиться, вам нужно научиться различать, где ваши эмоции, а где чужие, то есть вы с кем-то поговорили, поконфликтовали, и неприятное такое вот осадок, ощущение, это ваш осадок, либо это осадок другого человека, вы его прочувствовали, что вы чувствуете. Люди, имеющие в арсенале очень активную стихию воды, они, как правило, познают мир через эмоции, состояние другого человека, и вот вам нужно научиться абстрагироваться от этого, от этого, да, то есть научиться разделять, где ваше, а где не ваше, и это не приходит от головы, это вам нужно внутри себя как-то этого чувствовать, я не знаю, как вам это описать, и вот как раз-таки вот это вот принятие негатива, да, принятие вашей двойственности, то есть иногда то, что вы считаете как пороком, как недостатком, возможно, в правильном месте это может стать достоинством, ничего просто так не дается, и когда вы отказываетесь от какой-то части себя, вы никогда не почувствуете полноценность императрицы, вы никогда не почувствуете целостность человека, то есть если вам что-то не нравится в себе, это уже показатель того, что у вас нету этой целостности, да, и если нету целности, вы никогда не сможете прожить жизнь в удовольствии, потому что нету той части, которая может это делать, что вы еще избегаете, но вы видите только поверхностные вещи, да, и вы даже не представляете, что может быть в глубине вас зарыто, да, какое ваше богатство, да, вы делаете акцент больше на какие-то травмы, на прошлое, очень много фантазий, иллюзий, человек, который нуждается в какой-то защите, но при этом на самом деле у вас самое мощное и самое сильное защита, она внутри вас, почему, потому что, во-первых, вы можете отражать, да, любые состояния энергии других людей, а с другой стороны, ваша энергия, она такая достаточно пластичная, и вот в этой пластике, в этой гибкости у вас есть преимущество перед другими людьми, то есть вы можете и не ранить, и не раниться, сами не пораниться, да, то есть при взаимодействии с другими людьми, если вы будете опираться на себя, вода, она имеет вот это вот свойство, качество, да, обтекаемости, то есть если она видит преграды, она обтекает, условно говоря, мне не нужно лезть на рожон, на пролом, я найду другой путь, я найду другой способ, и тем самым я не поранюсь, то есть вы можете избегать сложные вот эти вот моменты, это может быть для кого-то, быть как негатив, да, то есть я не иду на конфликт, я не иду в прямую речь с кем-то, да, а я наоборот может показаться, что я такая мягко характерная, слабая такая, да, и, ну, убегаю от конфликтов, на самом деле в этом тоже может быть какая-то ваша сила, да, то есть умение обходить сложные ситуации, умение останавливать время, ищите, одним словом, то, что вы не видите, вы не видите, что вот ваших, тех качеств, от которых вы отказываетесь, в них есть сила, в них есть ваш потенциал, и вам нужно принять, как только вы примете вот эти вот части, с ними поработаете, осознаете их, поймете, как вы их можете применять, для чего они вам даны, и так далее, и так далее, куча вопросов, вот только тогда вы сможете прийти к той императрице, которой вы хотите, но ни в коем случае не тем путем, которым вы идете сейчас, это, ну, то, что вы делаете сейчас, это, это не то, это не то, в контексте того, что вы увеличиваете стихию воды, а вам нужно добавить и другие качества для равновесия. Такая вот у нас была вторая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер 3. Зелененькому камешку, на что вы не хотите обращать внимание. Знаете, здесь так интересно, сначала мне показалось, что речь пойдет об эгоизме, но в принципе она тоже имеет место быть, но больше здесь идет то, что вы не обращаете внимания на период взросления. Причем ваше внутреннее ощущение взросления, оно знаете, здесь непринятие вы не хотите взрослеть. Почему? Потому что для вас старость это понятие того, что я беспомощный, нуждающийся, зависимый и так далее, и так далее. Вы по своей природе активные люди, и вы не хотите быть зависимы и обязаны никому. И вот здесь вот вопрос в том, что вы не хотите стареть, именно стареть, он актуален, и поэтому вы на бессознательном уровне не хотите взрослеть. да, то есть взрослость и старость, она почему-то для вас это знак равенства стоит. И вот здесь вот ощущение того, что многие, ну, во-первых, вы выглядите младше своего возраста, и вам это нравится, конечно же, безусловно, и это прекрасно, но с другой стороны, ваша позиция в каких-то моментах, она достаточно незрелая, детская. И вот то, что вы не видите, это то, что вам нужно повзрослеть. Причем повзрослеть не биологически, да, телом, а вам нужно, как-то, знаете, вот внутри себя, через понимание. Вы совершаете иногда какие-то такие детские поступки. Ну, к примеру, получили большую сумму денег, пошли, ее потратили, просто на то, чтобы получить удовольствие. Я не говорю, сейчас это хорошо или плохо, я просто хочу показать, что так, как правило, поступают дети, да, то есть им дали деньги на день рождения, все, я пойду куплю себе игрушку порадоваться, а то, что потом можно было что-то другое купить, это папа с мамой обо мне позаботиться, купят мне одежду, обувь и так далее, и так далее. Ну, здесь вот примерно какие-то такие вот детские поступки, и вам говорят о том, что вы не обращаете внимания, что ваши разочарования, утраты, потери, слезы о прошлом, они связаны с тем, что пришло время как раз-таки позрослеть, то есть посмотреть на вещи иначе, вы как-то как будто бы хотите, чтобы все было просто, да, то есть в том, что есть какая-то легкость, в этом нет ничего плохого, и в простоте тоже нет ничего плохого, но вот в вашем каком-то, знаете, тройка кубков, тройка кубков, она у нас говорит о празднике, она говорит о получении первых результатов, да, о какой-то такой легкости, да, непринужденности, она очень созвучна с энергиями детскими, да, веселья, расслабления, некий такой, знаете, праздник попой, и потом, когда на следующий день просыпаешься, у тебя голова начинает гудеть, и ты понимаешь, что, блин, так надо уже повзрослеть, уже если хоть пьешь, да, но как-то вот дозировано, да, так, чтобы не было потом последствий, вот в вашем случае пятерка кубков, она как раз-таки говорит про этот момент взросления, о том, что ты же осознаешь о каких-то последствиях, что они будут, но почему ты на них никогда не обращаешь внимания, и вот здесь вот, и в дальнейшем вы разочаровываетесь, и вот в вашем случае карта говорит о том, что ваши разочарования по солнцу, они идут от вашего детского, почему я вначале говорила про эгоизм, скорее всего про эгоцентризм, да, это вот этот вот детский максимализм, детские вот эти вот позиции, когда я хочу радоваться, то есть пока я радуюсь, пока я могу делать вот какие-то, здесь у меня только шута не хватает по энергии, потому что есть ощущение того, что, вы знаете, какая-то бесшабашность, беззаботность, то есть я могу радоваться, и тогда я чувствую себя как ребенок, и мне это нравится, и вот здесь вот какие-то вот заморочки у меня идут, вот энергия такая, да, что вот какое-то непринятие времени, понимаете, то есть биологически по возрасту вам уже за 40, допустим, да, 35 и выше, нет, больше за 40 здесь идет, ну или по 40, а в послубках где-то вот 20 лет, да, может быть 17 лет, и вот здесь вот эта вот несостыковка, и причем самое интересное, что вы для себя как будто бы, знаете, не понимаете, здесь как бы так сказать, я не хочу вас гонять рамки в том, что, например, если тебе там за 40, да, ты не можешь там носить юбки мини, да, или там волосы, допустим, покрасить красный розовый цвет, как тебе захотелось бы, да, как в юности, то есть нету рамок, да, нету правильности или неправильности, но вот именно в каких-то своих аспектах вы себя выражаете именно вот так, да, как в подростковом возрасте, и глядя на вас со стороны, это не совсем соответствует, не то, чтобы как вы должны выглядеть, а как было бы идеальнее для вас, не для других людей, то есть другие люди могут говорить все, что угодно, вы знаете, но вот здесь вот понимаете, вы для себя, сами себе говорите, обманывая, что я так хочу, мне так нравится, а потом от этого сами и страдаете, когда вам кто-то другой на это укажет, вот на вашу какую-то незрелость, вы будете отнекиться и говорить, что я хочу так поступать, потому что мне так нравится, и я сам выбираю, либо сама выбираю себе, как мне быть, как мне жить, и я никого не слушаю, в принципе, это так правильно, только вопрос заключается в том, что внутри себя вы не получаете удовольствия, удовлетворения от жизни, вы сами себе как будто бы в каких-то моментах становитесь врагом, и вы это понимаете, вот в этой вот самое обидное, но надо копаться в причине, вот все, что я описала, это внешние факторы, а внутренние факторы, это как раз-таки непринятие времени, непринятие того, что вот здесь вот борьба со временем, я не хочу стареть, почему, потому что как раз-таки есть вот эти вот убеждения, что старость, это дряблость, непринятие может быть со временем своего тела, понимаете, так или иначе, со временем побороться как-то сложно, всем, допустим, придем к тому моменту, когда будет тело дрябло, не будет уже той упругости, красоты какая есть в молодости, и вопрос заключается в том, а что с этим делать, те годы, которые остаются, как говорят условно говоря, в старости, и если в вашем восприятии это тот человек, который бесполезный, ненужный, ну то есть жизнь закончена, это те люди, которые доживают, вот как раз-таки вам нужно подготовить себя к этому моменту, то, что вам не нужно доживать, что и 80 лет, да, пускай вы не можете пробежать на марафон, мне и 40 сейчас, и я не могу пробежать марафон, условно говоря, да, и там мне 20, я не могу пробежать марафон, ну то есть возраст, это не показатель, а вот вам нужно понять, что все заключается в настрое, если у вас есть вот это вот детская вот эта вот игривость, она у вас будет и в более зрелом возрасте, только применяйте ее себе во благо, вот к чему я хочу это все сказать, и на что вы не обращаете внимания, что вот эти вот понятия, да, вы немножечко, во-первых, здесь есть блок, во-вторых, вы, подмена какая-то здесь идет понятие, вы как будто бы хотите быть все время на коне, понимаете, вы хотите удержать то, что уже должно поменяться, да, вот здесь вот вопрос времени у меня как-то вот прям очень хорошо так чувствуется, еще и смерть выпала, вы хотите все время быть на коне, вот в чем проблема, и вам просто нужно понять, а вот это быть на коне это о чем, и для чего оно вам, то есть что скрывается, здесь у меня по ощущениям что-то очень такое достаточно глубокое, то есть я все время хочу быть активной для чего, потому что если возможно вы останавливаетесь и больше расслабляетесь, слушаете себя, может быть это у вас приравнивается к смерти, то есть здесь какие-то глубокие понятия, то есть жизнь это только тогда, когда движение, а если допустим вы замедляете шаг, вам кажется, что это равно смерти, и я уже не способный на активность, но на самом деле в бездействии тоже есть своя активность, ту, которую вы не видите, здесь чувство, как будто бы вы смотрите однобоко, и поскольку у вас нету опыта другой части, вы не вы не принимаете ее. Здесь, знаете, так интересно, на вопрос, на что вы не хотите обращать внимание, здесь очень много каких-то третьих лиц, взглядов за вами, либо вы наблюдаете за кем-то, либо за вами кто-то наблюдает, и вот здесь вот у вас как будто бы ориентир идет не на себя, понимаете, а идет ориентир на других людей, причем вам люди могут ничего даже не говорить, это ваше восприятие, что за мной наблюдают, что я все время должна быть подтянутая, ухоженная, и не дай бог, я буду в какой-то спортивной форме и не накрашенная, что скажут, с тобой что-то произошло, здесь вот чувство соответствия какому-то образу, придуманному вами. Здесь, знаете, вам как будто бы не хватает знаний касательно того, что вообще можно будет сделать в зрелом возрасте. Возможно, у вас есть опыт людей, которым, допустим, там, за 70, и он, ну, не совсем приятный, да, то есть в вашем окружении может быть люди старше 70, они какие-то вот больные или еще что-то, и вот у вас как будто бы страх, вы это избегаете, поэтому придумали для себя какой-то образ и хотите ему все время соответствовать, а вам уже тяжело, вам уже тяжело ему соответствовать. Чего вы избегаете? Вот еще раз прошу, чего вы избегаете? Вы избегаете рамок, понимаете, вы избегаете, вам постоянно нужна какая-то цель, вам постоянно нужно движение. если есть какие-то ограничения, есть какие-то рамки, это, вам надо постоянно что-то новое в вашей жизни, что-то такое интересное, если этого нет, все, у вас наступает такое чувство апатии, и на самом деле вы избегаете вот этого вот чувства, когда все здесь, как-то знаете, вы не умеете проживать в моменте, вы не умеете чувствовать себя, наслаждаться именно вот этой вот прелестью, когда есть тишина. Вот здесь чувство, как только вы сто процентов не умеете медитировать, даже вот просто прислушиваться к себе, к своему телу, почему? Потому что здесь такое чувство, что только вы сядете и просто хотя бы немножко расслабитесь, у вас сразу появляется желание, мне надо куда-то бежать, мне надо что-то делать. То есть, если вы просто приляжете, отдохнете, вы на себя смотрите, как будто бы вы вообще человек там ленивый, который ничего не достигает, востребования к себе очень большие. Есть вот страх здесь прослеживается того, что вот мне, понимаете, все время надо что-то новое, новое, я надо постоянно как-то двигаться и на самом деле вы как будто бы вот это вот выражение, да, где-то там трава зеленее, где-то там отношения лучше, люди счастливее, умнее и так далее, так далее, вот это вот прямо вот про вас. Вы как будто бы свою жизнь не проживаете, вы от себя убегаете, вы убегаете от того, что вы можете найти в себе, потому что вы себя не знаете и вот здесь вот боитесь, что если останетесь наедине с самим собой, то начнут лезть всевозможные темные товарищи. Не боитесь погрузиться в себя, да, ну, увидеть то, что есть внутри вас. Вам кажется, что вы настолько некрасивый человек в своей душе, что одевая вот эти всевозможные маски, в том числе применяя очень много косметики, соответствия вот внешне, только так вы сможете понравиться. Вот здесь вот, знаете, какая-то травма идет, может быть, детская, что я никогда никому не понравлюсь, просто из-за того, что я есть вот такая, либо такой, какой я есть, и мой внутренний мир никому не нужен, и у меня нету много времени, и я все должен успеть. Вот здесь вот какие-то такие убеждения, но вы вообще себя о себе вообще плохого мнения. Вот здесь как-то там, понимаете? много очень самообмана, да, касательно того, если вы отдыхаете, если вы не будете действовать, здесь чувство, что вы не будете, понимаете, вы не будете уважать себя, вы не будете ценить, здесь вот какая-то, вы от себя убегаете, чего вы избегаете. Вы строите идеальные какие-то картинки, чтобы лучше придумать, вы придумываете себя, вы не знаете себя, потому потому что ощущение того, что вы настоящая, это прям какой-то прям ужас такой для вас, поэтому надо себя позиционировать и придумать то, кем вы не являетесь в страхе. Очень много страхов. Мама была достаточно такая воинственная, вам приходилось все время защищаться, все время быть осторожным, что я скажу, как я буду выглядеть, может быть требование у родителей было по отношению к вам слишком высокое и вы действительно придумывали для того, чтобы вас не обижали, придумывали из себя делали то, что хотели родители видеть, лишь бы не осуждали, лишь бы не причиняли боль, лишь бы не наказывали. Вы не знаете своих темных сторон, вы их боитесь, вам кажется, что у вас тьмы намного больше, чем в светлых каких-то моментах. Вы избегаете, кто-то избегает своей силы, понимаете, вы даже боитесь свою силу, это может быть даже если вы занимаетесь какими-то практиками, вот вы действительно боитесь своей силы, вы боитесь мягкости, вы боитесь чувственности, вы боитесь своих внутренних состояний, просто потому, что вы их не знаете, что вы еще избегаете здесь. А знаете, на самом деле вам-то хочется, детства у вас просто не было, детства не было, у вас нету, не прожили вот эти все моменты, и там как будто бы не хватает, понимаете, и поэтому сейчас вы проживаете в каких-то моментах детства, невзирая на свой возраст, и отсюда есть несоответствие, и вы это чувствуете, и внешне вам как раз на это и указывают, но вы это не принимаете. Вот здесь проблемы с детством какие-то очень сильные, а там находится ваша глубина, там находится ваше знание, там находится ваша сила, то есть если вы хотите поработать и принять в себе какую-то силу, вот понимаете, вот там та радость и есть. Вот смотрите, выпала первая карта, солнце, с чего мы начали, вот эта радость, детскость и все такая, а теперь посмотрите, и вот эта метафорическая карта, вот ребенок, и солнце ему улыбается, смотрите, насколько схожи карты, да, только здесь солнце серьезное, здесь она улыбается, здесь собака, а здесь ребенок. Примите в себе, увидите этот свет, понимаете, вы видите много тьмы в себе, вы видите много негативного и на этом вы фокусируетесь, то что вы сфокусируетесь, то вы и приумножаете, и поэтому у вас вот это вот ощущение есть, то есть, почему, потому что вы действуете вот из этого вот все время негатива, вы же о нем думаете, он внутри вас, вы его подпитываете, а здесь нужно больше радости, внутри себя замечать, не во мне. Здесь что-то такое очень-очень глубокое, я не могу еще нащепать, здесь так много слоев, да, именно в познании, здесь вот мысли, мысли, очень много мыслей у вас идут, они такие подвижные, ваша голова такая настолько подвижная, там все время что-то происходит, поэтому вы возможно и боитесь находиться в тишине, потому что может быть реально кто-то слышит голоса, вот этот внутренний диалог, который сложно остановить, постоянно вас куда-то уводит, поэтому вы переключаетесь на какие-то действия, лижевые, не слышать, может быть кто-то слышит, знаете, как только расслабляетесь, здесь у кого-то точечно, да, идут вот эти воспоминания, криков, ссор родителей, у кого-то мигрени очень сильные, здесь также есть воспоминания того, как мама ругает, вот этот вот крик, вот этот ор, постоянный, постоянный, ужасы вас мучают, ночные кошмары, потому что вы постоянно слышите вот эти вот голоса, и поэтому вы себя занимаете другими делами, лишь бы этого не слышать, отчего вы еще избегаете, но многие из вас избегают отношений на самом деле на данном этапе, соединения в себе вот этого активного и пассивных энергий принятия мужской и женской, ну и как следствие во внешнем может быть у кого-то не складываются здесь отношения с мужчинами, вы как будто не можете выпутаться из той паутины в голове, которая у вас происходит, то есть здесь очень много всего ваше ментальное тело оно настолько перегружено, что блин, здесь вот реально не то чтобы чиститься, здесь много сознания, причем вы очень много всего изучаете и какие-то моменты они уже лишние, здесь уже должна быть присутствовать какая-то усталость, вам просто хочется вырваться из всего этого, много чего знаете, в вашем случае горе от ума, это реально, реальное горе, от того, что вы так много знаете, посмотрите, сказала горе от ума, посмотрите на эту картинку, вот женщина стоит, голова в стороне отлетела, видели, крышу снесло, в прямом смысле, голову оторвало, ну то есть уже хватит, здесь много чего разбираться, надо здесь много разных энергий и очень много ментала, очень много мыслительных процессов, воздуха здесь очень много, и огня тоже, не хватает, понимаете, земли, не хватает заземления, вот возраст, время, вот в вашем случае это как раз-таки заземление, и воды не хватает, да, в прошлом очень много травм каких-то, причем ментальных, которые отражаются на вашей самооценке, здесь не физические какие-то унижения, оскорбления, а именно ментальные, ну здесь очень такой, знаете, вот многослойный какой-то, какая-то позиция, здесь очень много всего, можно, скорее всего, как-то вот индивидуально надо поискать и поработать, вот такой вот у нас был сегодня с вами расклад, я благодарю вас за внимание, очень надеюсь, что он вам понравился, пожелаю вам всем отличной недели, хорошего настроения и до новых раскладов, пока-пока. субтитры сделал DimaTorzok,